Вот еще одна новость оттуда. Боевики из артиллерии обстреляли позиции украинских военных возле поселка Толоковка. Это пригород Мариуполя, и там сейчас находится моя коллега Людмила Горбач. Люда, здравствуй. Что-то известно о пострадавших или нет? В 20 километрах на восток от Мариуполя, вокруг позиций украинских военных, сегодня с самого утра летали беспилотники террористов. Чуть позже в районе поселка Водяное начался бой. Боевики воевали друг с другом. А ближе к обеду под обстрелом уже были и украинские военные, и жилой массив в ближайшем поселке. Открыли в огонь с початкой с листвольной артиллерии, а потом с використанием РСЗВ «Град» по позиции к вискозрубовцей украинской армии в районе населенного пункта Толоковка. Нам удалось по телефону связаться с военными, которые были на линии огня. Вот что они нам рассказали. Начала работа тяжелая артиллерия, потом залпы из «Градов» 200 и 22 сотых. Сейчас он без ног, и руки почти нет. Надо кто у нас лежит, не знаю, живой будет, не будет. Один там лежит, один легкий. Чтобы чуть-чуть дальше, будет более плотный осмотр. По концу дыму ни хрена не видно. Развороченный БТР. В штабе АТО ближе к вечеру подтвердили информацию уже о двух погибших украинских военных. Они умерли в больнице. Есть один раненый в реанимации Мариупольской больницы скорой помощи. Сейчас находится еще один тяжело раненый украинский военный. Он пострадал накануне в другом бою вблизи Мариуполя. Минувшей ночью за его жизнь боролись и гражданские, и военные медики. В процессе операции пришлось вызвать военных хирургов сосудистых. Восстановить проходимость артерии для того, чтобы спасти ногу. Бойцу нога спасена. Сегодня мы также побывали вблизи Волновахи на блокпосту. Нам показали трофей. Это пушка, которую украинские защитники отбили у противника, у террористов. На эту минуту в самом Мариуполе ситуация остается спокойной. Иногда слышны залпы, но это звуки обстрела из соседних поселков. Алексей? Людочка, спасибо тебе огромное. Это была Людмила Горбач. Она работает под Мариуполем.